Пасха не за горами Но если вы не сможете попасть сюда, то где бы вы ни находились, выберите место для празднования. Составьте план для себя, своей семьи и друзей, чтобы отпраздновать Пасху с Божьим народом. Будьте перед Господом в это уникальное время года. Важная часть нашего духовного путешествия — ученичество. Важно, чтобы мы собрались вместе перед Господом в пасхальные выходные и порадовались тем, что Он сделал для нас в этом году через искупительную работу Иисуса. Не пропустите время пасхального поклонения, оно изменит вашу жизнь. Бог будет удивительным образом направлять нашу жизнь, если мы не будем смотреть на свои ресурсы. Истина в том, что Бог благословляет каждый аспект нашей жизни, Божье Слово прокладывает нам путь к этому. Посмотрим притчи 11 главу. «Благотворительная душа будет насыщенной, и кто напояет других, тот и сам будет напоен». Щедрость — это мишень, а вызов, связанный с щедростью, в том, что это абстрактное слово. Это слово носит личный характер. Думаю, мы все оценили бы себя как щедрых людей. И это не было бы неправильно. Но важно понять, что значит быть щедрым, потому что Библия говорит, что щедрый человек будет процветать. Нет множества путей к достижению этого. Не такой категории, которая полностью объясняет это. Но какой бы категории ни пользовался Бог, для объяснения щедрости я хочу применить ее. Каждый раз, когда мы слышим в церкви слово «даяние», я был долгое время в церкви, слышал много споров, в воздухе повисает один вопрос, высказанный вслух или невысказанный. Он звучит так. Сколько? Я понимаю, что должен дать. Я люблю тебя. Я люблю Бога. Но сколько? И когда? Это немного напоминает мне дискуссию за круглым столом. Похоже, что подобные дискуссии начинаются с одинакового вопроса. Сколько я могу кушать? А более конкретно, сколько я могу съесть вот этого? Как только начинается дискуссия, как только показывают еду, тут же слышно «я не хочу этого», «не кладите мне на тарелку это». Сколько я должен этого съесть? И это только начало. Это как бы общие переговоры перед приготовлением обеда. Но посреди этого участники начинают разогреваться. Божий стейк лежит на тарелке, еда исчезает с тарелок у других людей. Гора встает на пути, и переговоры подходят к такому моменту. Сколько раз я должен откусить? И задав такой вопрос, вы проигрываете переговоры. Вы полностью капитулируете. Приносят десерт, его можно откусить всего два раза. Его проносят мимо вас. Мы ведем себя так же по отношению к Господу. Хорошо, сколько я был щедр всегда. Но в чем суть? Я не хочу предположить, что мы не хотим давать Господу. Это касается не только денег, но время, таланты, все, что нам было доверено. Щедрость не заключена в долларах и центах. Щедрость — это образ жизни. Мы не хотим давать Господу из чувства и обязанности. Мы хотим научиться давать с радостью и с благодарностью. Согласны? Щедрость — это преимущество. Чтобы понять его, надо оценить и связать это с тем, что мы делаем и как делаем, и как оно появилось в наших мыслях. Хочу начать с Псалма 8. Псалмист задает вопрос, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его перед ангелами. Славу и честью венчал его. Поставил его владыкою над делами рук твоих. Все положил под ноги его. Псалмист задает вопрос, на который нет ответа Писания. Это усложняет все. Он спрашивает, почему ты так сильно заботишься о людях? Почему человек так важен для всемогущего Бога? А Библия так и не отвечает на этот вопрос. Он не получает ответа. Это выдается за факт, что Бог заботится о людях. Затем Псалмист говорит более лично. Немного ты умолил его пред ангелами. Есть существа более сильные, более способные духовные, более согласованные с тобой. Немного ты умолил его перед ангелами. Славу и честью венчал его. И еще наделил властью над всем творением. Почему ты так сильно заботишься о людях? Тишина в ответ. Бог говорит, да, это так. Если вы ничего не выносите сегодня из учения, то возьмите хотя бы эту часть. Вы значимы для Бога. Вы ценны для Него. Еще один стих Иоанна 3 глава. Один из самых лучших стихов Нового Завета 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него». История Иисуса — это история не критики и не обвинения. Это история спасения. Бог хотел, чтобы каждый имел вечную жизнь, был частью Его Царства. Какова мотивация к этому? Любовь к миру. Он возлюбил мир, написано так сильно, что послал Своего Сына. Мы говорим, что Он любит мир. А что Он любит? Любит ли Он водопады? Может, Он любит водопад Виктория? Мощный водопад Виктория в Африке. А может, Он любит первый снегопад в горах? А может быть, восход солнца? Может, Ему нравятся пляжи? Нет, не это. Библия ясно говорит, Он любит людей. Любит вас так сильно, что послал Своего Сына, дабы всякий верующий в Него не погиб. Бог вмешался в историю, отдав самое лучшее, что у Него было, потому что Он любит вас. И здесь конец. Здесь есть то, что делает финал потрясающим. Бог знает самое плохое о нас. Бог знает все грехи в нашей жизни. Если их выложить на экране, никто из нас не вернулся бы сюда снова. Бог знает не только, что мы говорим, Он знает, что мы думаем. И все равно Он любит нас. И не просто любит, но вкладывает громадную ценность в нас. Важность в нас, значительность в нас. Следующий стих. Посмотрите. Римлянам 5 глава. Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем. Бог демонстрирует Свою любовь. Это не теория. Он доказал ее, когда Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Похожий стих посланий к Кримлянам находится в 4 главе, 25-й. Он говорит об Иисусе, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Прежде чем вы перелистнете страницу, я уже практиковал это раньше. Посмотрите на произношение этого стиха. «Который предан за грехи наши». Здесь множественное число существительного. Здесь показана наша суть, но меня надо исключить отсюда. Он был предан на смерть из-за нас, наших грехи. Иисус не умер, потому что Сам что-то сделал. «Вся его земная жизнь была сконцентрирована вокруг смерти, потому что нам она была нужна». И затем говорится, что он снова воскрес к жизни. Для чего? Для нашего оправдания. Воскресение не состоит в том, что Бог показал свою силу или просто вытащил Иисуса из гробницы. Иисус никогда не оказался бы в гробнице, если бы не мои грехи. Он воскрес к жизни, чтобы и вы, и я получили оправдание. Итак, вся история Иисуса состоит в той великой ценности, которую Бог вложил в вас и меня. Это превосходит мою способность объяснить. Тем более, значительно превосходит мою способность понять. Сам Иисус демонстрирует важность, вложенную в нас. Филиппицем 2 глава 5 стих. «Ибо в вас должны быть те же чувства, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением, быть равным Богу. Но уничижил Себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Автор послания суров к нам. Он говорит истину. «Иисус уничижил Себя самого, приняв образ никого». «Вернись в прах земной». Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением, быть равным Богу. Когда Иисус оставил небеса и пришел на землю преображенной, его не отрывали от ворот небесных. Он пришел с желанием добровольно. Он с желанием взялся за задание. Почему? Потому что Он заботится о нас. Смирил Себя, быв послушным, даже до смерти и смерти крестной. Иоанна 15, 13. Иисус говорит со своими друзьями. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Меня беспокоит, что христианство преподносится неправильным образом. Это о пожертвовании и добровольной отдаче. Это ставит границы нашим удовольствиям, нашим мыслям, радости. Это как бремя, которое нужно нести, но хорошие люди несут его, и, может быть, я приму это во внимание. Да, я последователь Иисуса. Разве ты не хочешь им тоже стать? Хвала Богу. И умные люди говорят «Спасибо». Вся история заключена во всемогущем Боге, Создателе небес и земли. В Его великой любви к нам и той значимости, которую Он вложил в нас. Он послал Своего Сына, говорит Писание. Ценность выражается через обмен. О ценности можно узнать, судя по тому, что участвует в обмене. Римлянам 8.32 говорится. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не даруют нам и всего». Задумайтесь над словами «всего». Некоторых людей эти слова обижают. Я не хочу показаться надменным или заносчивым, требовательным. Пожалуйста, посмотрите на первую часть стиха. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас». Язык в этом стихе, мне кажется, эмоциональным. Он отдал его. Он отдал Иисуса. За что? За нас. Он вложил так много значимости в нас, людей. Так много, что отдал Своего единственного Сына. Он не пощадил Его ради нас с вами. Я хочу сделать предложение насчет ученичества. Отметьте Пасху на своем календаре. Сделайте приоритетом для себя и для своей семьи участвовать в пасхальном служении рядом с вами. Если вы посещаете церковь, будьте частью этой общины. Если церковь не значится в вашем расписании, то вы сможете приехать в Средний Теннесси. Пасха — большой праздник для нас. Служения будут проходить в Страстную Пятницу, в Субботу утром и Воскресенье утром. Если этот вариант невозможен, найдите рядом с вами группу верующих и будьте с ними. Это не конфеты, не новые одежды, не шоколад. Пасха — это время воспоминаний об искупительной работе Иисуса за меня и за вас. Мы собираемся вместе в пасхальное воскресенье, чтобы предстать перед Господом, чтобы получить все свежее, что Господь приготовил для нас через Иисуса. Это очень важно для нас в процессе роста. Божие намерение, чтобы вы имели жизнь в изобилии. Он любит вас, и вы значимы для него. Узнайте план Бога для щедрой жизни вместе с пастором Алланом в ободряющей серии учений «Сила даяния». Эти четыре диска — подарок для вас за поддержку служения. Чтобы показать свою благодарность, мы дарим вам также две чаши для причастия из Иерусалима помимо дисков. Позвоните нам по номеру, указанному на экране, или посетите наш сайт. Начните новый путь к жизни в избытке. Спасибо за поддержку. Вместе мы принесем перемены. Я хочу понемногу завершить наш разговор. И в оставшееся время поговорить о том, как мы ценим Бога, как это выражается, и как это выглядит в нашей жизни. И как мы понимаем это. Я хочу начать с царя Давида. Его пример важен. Он царь Израиля. Он сидит на троне в Иерусалиме, в столице. Он уверен в своем положении и сейчас хочет построить храм Бога. Он ищет кусок земли, владения, чтобы на нем построить храм. И человека, который владеет этой землей, звать Орна. Это может быть случайность, но интересно заметить, что на этом самом месте сотни лет назад Авраам принес в жертву Исаака. Это Мариан. Там сейчас храм. В Библии это место называется Сион. То же самое место. Там, где Авраам приносил в жертву Исаака, Давид покупает землю. Мы посмотрим на разговор Давида с Орной. Это вторая книга царств, 24 глава. Но царь сказал Орне, нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятый даром. И купил Давид гумно и валов за 50 сиклей серебра. Заметьте, пожалуйста, что Давид древний, ближневосточный монарх. Там не верили в баланс сил, как в нашем парламенте. То, чего хотел монарх, ставилось законом. Никто не мог угрожать ему или бросать вызов. Достаточно вспомнить царя Ахава и его жену Иезавель. Если необходимо, убивали владельца. Для вас неудобно, но им нужно ваше владение. И Давид древний, ближневосточный монарх. Если вы думаете, что он не знал, как пользоваться властью, то вспомните о Версавии. И вот Орна слышит, что идет Давид, и что ему нужен участок земли. Орна был умным человеком, а может, жил по соседству с Ахавом. Он видит Давида и говорит, «Мой господин, возьми мою землю, посчитай это подарком». А Давид так отвечает, мы только прочитали, «Не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятый даром». Давид понимал, что ценность, которую он вкладывал в Бога, не измеряется удобством. Должно быть по-другому. Из этого можно вынести большой урок. Легко быть щедрым в том, что не имею для вас ценности. Я могу быть очень щедрым с вещами, которые меня не волнуют. По сути, я сделаю официальное признание. Сейчас я передаю вам безвозмездно свою жизненную часть грибов. «Идите и наслаждайтесь плесенью». Я не должен так поступать, но такой уж я человек. Конец истории, я не потеряю сна из-за этого. Я не знаю, почему плесень относится к пищевым продуктам, но если вы коснетесь моего шоколада, я вам сделаю больно. Если Господь скажет мне, может, я поделюсь с вами? Но пока Он не скажет, вам лучше молиться. Чтобы Он послал осла, потому что у вас ни одного. Легко быть щедрым с тем, что не имеет ценности. Давид понимал это, поэтому он сказал, «Я не могу так поступить. Я даю взамен Богу что-то ценное». Иисус помог понять нам это в выдающейся истории. Евангелие от Марка, 12 глава. Иисус находится на храмовой горе. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же одна бедная вдова, положила две лепты, что составляет кадрант. Мне нравится, какие слова используются здесь. Богатые приходили и кидали свои деньги, а вдова положила свою монету. Интересно наблюдать за очевидным. Наблюдающие могли видеть приносимые дары. Это не было тайной. Каждый раз, когда мы в церкви говорим о даянии, я уже много лет нахожусь в церкви. Люди всегда подходят ко мне и говорят, «Пастор, в Библии сказано, что мы не должны знать, что делает правая рука, а что делает левая. Мы должны давать тайну». Я согласился бы с вами, Библия так говорит, но важно посмотреть на контекст. Когда мы помогаем кому-либо, не себе, мы не должны делать это публично. Человек, которому оказывается помощь, не должен терять свое достоинство. И мы не должны привлекать к себе внимание, а если мы привлекаем к себе внимание, то единственное благословение, которое мы получаем, это то внимание, которое мы привлекаем к себе. Мы помогаем менее удачным. Это значит не трубить в трубы, не делать публичных объявлений, но делать с уважением. Но есть много ситуаций, когда даяние должно происходить публично. Количество дара, ценность дара. Эта история не имела бы смысла, если происходило бы в тайне. Каждый мог видеть ценность приносимого. Так ли это важно? Я предполагаю, что это очень важно. Есть люди вокруг вас, которые ценят вас, заботятся о вашем мнении, хотят знать, что вы думаете. Люди, которые получают водительство от вас, может, вы давали им совет, может, вы в одной спортивной команде, ходите в один любимый ресторан. Если у вас есть Иисус в жизни, то люди будут следовать за вами таким же образом. Иисус сказал, «Если вы отвергнете Меня перед людьми, то Я отвергну вас перед Отцом». Поэтому есть ожидание публичной демонстрации вашей веры. Подобным образом, ваша щедрая жизнь в отношении времени, талантов, сокровищ имеет громадное влияние на людей, как Иоанн, Давид. Может, стоит задуматься над этим? Не попадайте в эту ловушку, думая, «Это частное дело, это секрет». Нет, от Бога нет никаких секретов. Правда? Давайте-ка вернемся к словам Иисуса. Он собрал своих учеников. Это 43 стих. «Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, здесь интересно звучат его слова, «Истина, говорю вам». Он не сказал так. Я говорю истину. Но вы не поверите мне. «Истина, говорю вам, что это бедная вдова». Положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Это не было критикой богатства или критикой людей, приносивших богатые дары. Это признание той ценности, которую женщина вложила в привилегию давать. Она отдала все, что имела. Иисус сказал об этом по-другому в Исходе 12 главе. Это история перехода из рабства египетского в землю обетованную. Большой вызов. Сотни тысяч человек, которые были рабами всю свою жизнь. Они в большей степени египтяне, чем что-то другое. И Бог освобождает их и говорит, «Я сделаю из вас народ святой, святую нацию». Тяжелая работа происходит в книге Исход, Левит и Второзаконие. Бог берет бывших рабов и преобразовывает их в святой народ. Разные постановления, новые приглашения, новое поведение, новая еда, самые разные новые указания. Но последней каплей в этом выходе из Египта явилась Пасхом, когда смерть прошла по египетской земле, и единственным препятствием между смертью и вашим домом была кровь ягненка. Это прообраз, это тень обещания, восходящего ко Кресту Иисусу. Исход 12 глава говорит о требованиях к пасхальному ягненку. Агнец у вас должен быть без порока мужеского пола однолетний. Возьмите его от овец или от кос. Однолетний мужеского пола, без порока, без дефекта, без короткой ноги, без слепого глаза, без одного уха. Вам надо взять агнца и держать его три дня, чтобы убедиться, что сделали вы правильный выбор. А затем нужно принести это животное в жертву. Зачем Богу это нужно было? Я вырос в сельской местности, рядом с животными, и немного знаю о них. Почему это так важно? Однолетнее животное мужского пола, без порока, имеет самую большую ценность во всем стадии. Ваше богатство состоит в увеличении животных. И вы хотите иметь больше животных с подобными характеристиками. Вы сделаете все, что угодно ради защиты этих животных, для их воспроизводства. Вы не отдадите их в жертву просто так. Это дар самой высокой ценности. А Бог говорит, «Я хочу дара с большой ценностью, и помашь его кровью косяки дверей». Почему? Это выражение той ценности, которую я вкладываю в тебя. Что происходит, когда наша оценка Бога уменьшается? Не нужно использовать воображение. Это есть Писание, книга Малахии, последняя книга Ветхого Завета. Или, если вам больше нравится, первая книга Нового Завета. «И приносите украденное, хромое и больное. И такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли я с благоволением принимать это из рук ваших?» Говорит Господь. «Проклят и лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит в жертву Господу поврежденное. Ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов». Исайя говорит подобное. 43-я глава. «А ты, Иаков, не взывал ко мне. Ты, Израиль, не трудился для меня. Ты не приносил мне агнцев твоих во всесожжение, и жертвами твоими не чтил меня». Малахия говорит. «Вы приносите мне то, что вам не нужно. Больное, хромое, слепое. Вы приносите мне поврежденное. Почему вы так делаете? Потому что мое мнение не имеет значения для вас. Вы даете из чувства обязанности. Вы мой народ. Вы приходите в храм. Вы играете в жертвы. Но вы не вкладываете никакой ценности в них. Исайя уже говорит о другом поколении. Вы даже не беспокоитесь о том, чтобы принести жертвы. Один урок можно вынести отсюда. Каждое поколение должно само принимать решение в пользу Бога. Мы – народ, живущий в христианском наследии. Это не ошибка. Я верю, что это принесло нам многочисленные благословения от Бога. Это не наше право или привилегия. Но это не будет вечно продолжаться, если только в 21 веке мы не сделаем выбор быть Божьим народом. Это важно. Израилетяне больше не вкладывают ценности в то, чтобы принести Богу лучшее из стада. У них был фасад религиозной деятельности, но на самом деле их это не беспокоило. Вавилоняне вывели израилетян из Иерусалима. Они взяли их плен, разрушили храм, снесли стены. Знаете, почему Бог дал им разрешение на это? Потому что израилетяне стали приносить своих детей в жертву богам плодородия хананеин. Они брали своих детей и сжигали на костре, чтобы почтить Бога-идола. Это сельское аграрное общество. Они приносили детей в жертву с надеждой на лучший урожай или прирост стада. Они отдавали детей, чтобы улучшить свою жизнь. Они больше ценили хананейского бога плодородия, чем своих собственных детей. И Бог сказал, «Вы больше не можете жить в Иерусалиме». Это мой святой город, мое святое место. Я посылаю тех, кто изгонит вас. Что мы приносим, что мы делаем с тем, что имеем, отражает наши ценности. Это имеет значение. До Пасхи осталась неделя. Я хочу пригласить вас на празднование к нам в церковь. Пасха — это большой праздник для нас. Мы не одинокие последователи Иисуса или хранители традиций, свода законов. Мы поклоняемся живому Господу. Его зовут Иисус. Он пришел из Назарета. Пасха — важная часть нашей веры. Не пропустите возможность быть в общине на пасхальных выходных. Прежде чем мы пойдем дальше, я хочу вернуться к теме учения, чтобы убедиться на личном уровне в правильном понимании. Как мы владеем своим владением, отражая ценности, действующие в наших жизнях. Давать с неохотой, чувствовать ответственность, не было предназначено нам Богом. Это привилегия, открывающая небесные отверстия, чтобы лучшее от Бога вошло в вашу жизнь. Я живу так. Я видел это в жизнях тысяч других людей. Это будет истинно для вас. Давайте помолимся перед завершением. Отец, я благодарю тебя за каждого человека, за привилегию праздновать воскресенье, за изобилие, которое ты даешь нам. Помоги нам уповать на тебя в каждом аспекте своей жизни, чтобы мы во всем познали твое полное обеспечение. Спасибо за это. Во имя Иисуса. Аминь. Бог благословит вас. Присоединяйтесь к нам каждую неделю, чтобы услышать новое глубокое послание пастора Аллена Джексона. Заходите на наш сайт, адрес которого на экране. Откройте для себя множество информационных ресурсов, которые переведут вашу христианскую жизнь на новый уровень. На сайте вы можете поделиться сильным посланием. Мы хотим делиться нашей программой со всем миром. Но сможем это сделать только с вашей помощью. Сегодня вы можете стать нашим партнером. Также мы всегда будем рады видеть вас в нашей церкви. Добро пожаловать. Не забудьте заглядывать к пастору Джексону каждый день в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и стали частью этого служения. Увидимся в следующий раз. До новых встреч с пастором Алленом Джексоном. Субтитры создавал DimaTorzok